Культурнообразовательный центр универсум представляет Сегодня мы с вами научимся расшифровывать некоторые символы древнего языка кыргызских орнаментов, а также познакомимся с основными формами обращения к людям, бытующих в кыргызской разговорной речи. Сегодня мы узнаем, как декодировать символы кыргызской орнаментации и формы адреса в модернском кыргызском. Итак, сегодня в передаче. Устойчивые выражения из повседневной жизни. Кыргызстанга кошки лениздер. Приключения иностранцев в Кыргызстане. Казахтар дюйнёси. Интересные факты из истории и культуры Кыргызстана. Интересные факты из истории и культуры Кыргызстана. Приключения иностранцев в Кыргызстана. Тек controller связываем из фрагмента в Кыргызстане. Дыйнёси. Р, С, Д, У, Ю, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ш, Аджирату Белгиси, Д, Чумшату Белгиси, Е, Зу, Я. Белгиси, Кире, Кеме. Девушки отдыхают. Преобращение к пожилому мужчине. Преобращение к женщине старше по возрасту. Преобращение к женщине старше по возрасту. Преобращение к девушке младше 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 по возрасту. Yes, I am listening to you. Help me, please. Can you help me find this address? If it's possible, could you explain? If it's possible, could you speak more slowly, please? Can you repeat that again, 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 please? I am very interested in embroidery. Could you tell me about it? Do you know that or not? Бен кызгаветкен баалу юнер болгон. Вышивка – это женский вид искусства. На протяжении многих веков оно передавалось у корвызов от матери к дочери. Эмброидерия – это женщина-хенди-крафт. Это было прошло много лет. Саймаминен киимдерди, бозуйдю, уйтиричелик буйымдарын кыркым козлышқон. Вышивка украшали одежду, юрту, предметы быта. With embroidery that decorated clothes, yurts, and other household things. Саймай сайду, а көне материал дартой кандынышкам? Саймай сайду, а көне материал дартой кандынышкам? Какие материалы использовались при вышивке? What materials did they use? Байырқы замандан бері киізге, булғарға, джунден токылған кездемілерге, кейінчерек, барқытқа, кебезден токылған кездемілерге саймай сайшқан? Байырқы замандан бері киізге, булғарға, джунден токылған кездемілерге, кейінчерек, барқытқа, кебезден токылған кездемілерге саймай сайшқан? Издребле вышивали по кашми, кожи, шерстяной ткани, кожи по барқату и хлопчетобумажной тканью. From ancient times, they embroidered on felt materials, hides, woolen fabrics, and, later on, velvet and cotton fabrics. Это войлок. Is this felt? Ова, бул киіз, а тигел барқыт. Да, это войлок, а вон ту барқыт. Yes, this is felt, and that one is velvet. Кайшы джиптер көлдінуңган. Кайшы джиптер көлдінуңган. А кәкеме нитками обычно пользовались? What threads do they usually use? Саймага джюн, дживек, жана кебез джиптер көлдінуңған. Саймага джюн, дживек, жана кебез джиптер көлдінуңған. Для вышивки используются шерстяные, шелковые и хлопчетобумажные нитки. For embroidery, they used woolen, silk, and cotton thread. Эти узоры такие яркие, разноцветные. These patterns are so bright and colorful. В старинных вышивках в основном преобладал красный цвет. Он обозначал огонь, солнце. In embroidery, red was the dominant color. It symbolized fire and the sun. Желтый цвет символизировал землю. Yellow symbolized the earth. Гешыл жана көк түстөрді мұрда сейрі кулданшқан. Реже использовались зеленые и синие цвета. Green and blue were rarely used. Ойму чаймелерді нүңдүру ачықчана жарашықты көріншу көріншу көн, сайманын жердегін көнчо көнчо қара кездеме түзгін. Ойму чаймелерді нүңдүру ачықчана жарашықты көріншу көнчо көріншу көнчо 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 көріншу көн. Для придания яркости, насыщенности цвету, часто вышивали на черной ткані. Должick көрінг две жеркабша коротең, жараш кө prioritтауі на жымдықта бәсіне жарашың кө steadyң қаратымың. Бұл қай мандүры көріншу көріншу көншу көнчо көнчо көріншу көнчо көріншу көйрен. Нейші, а created саймелерikle мандүр көріншу кө҉йsen олған бүрде жарашыға көріншет. Вы мне покажете некоторые приемы вышивки? Конечно. Вот вам кусок войлока. Вот иголка с ниткой. Конечно, здесь есть фельд. Здесь есть нитка и нитка. Это шов называется «тамбурный шов». А это «тамбурный шов». А это «тамбурный шов». Это называется «чейн стич». Это «тамбурный шов». Это «тамбурный шов». Это «тамбурный шов». Это «тамбурный шов». Как говорится, глаза боятся, а руки делают. Можно я это покажу друзьям? Безусловно. Пусть и ваши друзья приобщаются к этому красивому искусству. Ну, конечно. Пусть и ваши друзья знают об этом красивом искусстве. Чонракмак. Орнаменты Орнаменты возникли в доисторические времена до появления языков на земле. Орнаменты Словно древние коды, они хранят в себе тайные народы, его историю, материальную и духовную культуру. На территории Кыргызстана существовали различные верования – зороастризм, буддизм, мусульманство, христианство, манихейство. Кыргызы, как один из древнейших народов на земле, издревле поклонялись духом природы и предков. Все это отразилось в красноречивом языке кыргызских узоров. Среди символов нередко встречаются древние мотивы. Например, композиции в форме креста или свастики – символов жизни. Они восходят их к древнему знаку солнца, отображая его движение по небесной сфере. Например, композиции в форме креста или свастика – символов жизни. Они восходят к древнему знаку солнца, отображая его движение по небесной сфере. Помещенные в круг иногда в сопровождении четырехлепесткового цветка, они обозначают землю, на которой живет человек, стык баланс четырех стихий, четырех сторон света, божественного и земного, жизнь, возникшую в результате вращения Вселенной. Композиции в форме треугольного узора оберега Тумар. Треугольник, обращенный вершиной вверх, символизирует небо и предназначен для защиты от двух духов. Вершины вниз обозначают землю. Композиции в форме треугольного паттерна – амулат Тумар. Треугольник, pointed upwards, символизирует небо и защитит нас от evil spirits. Постанавливает вниз, символизирует небо. Для окаймления узорной композиции широко используется волнообразный стебель – ислими, куял, нередко трактуемый как символ мирового дерева, древа жизни. Весьма примечательные изображения самих животных. Широко распространены узоры, изображающие отдельные части животных. The patterns depicting the parts of the animal body are also widespread. Кошкормююсь, бараний рог. Рамхорн. Кора, торма, когти ворона. Равенклаус. Иттаман, лапа собаки. Dogpaw. Кушканат, крылья птицы. Birdwings. И многие другие. And many others. Богато представлен в узорах и растительный мир. The vegetable world is also richly presented as. Как двулистник, трилистник, именуемый как гуль – цветок. Symbol плодородия и красоты. A bifoliate or trifoliate flower, called gul, which is the symbol of beauty and fertility. Калемпер, перец или бадам, миндаль. Pepper, or almond. Анар, гранат, символ плодородия и единства счастливой семейной жизни. Его еще называют хумустиль, изображающего в музыкальный инструмент тимир-кумус. Pomegranate is the symbol of fertility and unity, a happy family life. It is also called kumustil, which depicts the musical instrument тимир-кумус. Узор тогуз-дубэ означает девять холмов. The pattern тогуз-дубэ symbolizes nine hills. Dревние кочевники верили, что верховное божество неба, тимгри, живет на девяти холмах, и, возможно, этот девятилепестковый цветок служит его символом. Ancient nomads believed the divine being of the sky, тимгри, lived on the nine hills. Probably, this nine-petal flower symbolized this. У многих древних народов женское божество изображалось в виде восьмилучевой звезды, джилдис. Образ Ума-Эне, матеря природы, у крыльцев могла представить в виде этих символик. Many ancient people depicted a female divinity in the form of an eight-pointed star. The image of Ума-Эне, or Great Mother Nature, could be presented by these symbols. Well, now I am familiar with some of the symbols in Kyrgyz ancient handicraft art and understand their meanings. Надеемся, что и вы, друзья, по-новому взглянете на орнаменты, роскошно украшающие национальные изделия, и проникнетесь их сокровенным значением. We hope that you look at the ornamentation of Kyrgyz national handicraft in a new way. We hope that you're imbued with their innermost meanings. Желаем вам красоты и благополучия! Джакши колонздар! Саламатта болонздар! Саламатта болонздар! Желаем вам красота! etoft Игла вarn Оранспорту